привет друзья меня зовут игорь ким сегодня мы поговорим на тему кредиты и долги причины их возникновения как их отдавать где брать деньги полезные кредиты не полезные кредиты и ну в общем что делать во-первых кредиты и долги когда ты живешь в долгах это первый признак того что ты эмоциональный и финансовый вампир почему так потому что ты хочешь жить сегодня лучше чем ты на самом деле можешь себе позволить это тогда когда ты берешь в долг это тогда когда ты берешь квартиру в ипотеку когда ты покупаешь машину в кредит не дай бог iphone а сам кушаешь доширак да что дает кредит государству государство кредит дает прогрев экономики денег становится больше активность экономическая растет и в общем есть люди которые на этом богатеют это те люди которые продают тебе в ипотеку квартиру в iphone в кредит машины в кредит те богатеют но те люди которые приобретают эти вещи они становятся беднее почему потому что ты сжираешь свой будущий доход сейчас вообще очень важно чтобы каждый человек жил в том уровне доходов который ты можешь позволить сейчас и это одна из ключевых компетенций для того чтобы быть финансово стабильным а есть такой знаете здоровая экономика если здоровая экономика и если рассматривать семью как экономическое хозяйство то здоровая экономика в семье это тогда когда у вас нет долгов у вас есть накопление и у вас есть инвестиции есть доходы кэшфлота то есть это тогда когда деньги до заходят тебе прямо сейчас ежемесячно вот если этого у тебя не происходит это называется нездоровая экономика нездоровая экономика подразумевает наличие долгов кредитов и излишних обязательств финансовых потому что есть помимо того что ты владеешь вещью есть еще плата за владение то есть когда ты имеешь квартиру ты платишь арендную плату ты платишь за отопление ты платишь за воду за свет налог на имущество это плата за владение и очень часто люди хотят обладать но не понимают что за это надо платить происходят кассовые разрывы когда твои финансовые обязательства больше чем твое кэшфло то есть когда финансовые обязательства превышают твои доходы ежемесячные это начали называется кассовый разрыв и он будет расти из изо дня в день если ты с этим ничего не сделаешь есть кредиты полезные полезный кредит это тогда когда ты вкладываешь деньги на увеличение оборота допустим до каждого вложенного доллара ты будешь зарабатывать там плюс там больше чем кредитная ставка процент процентная в банке но для того чтобы правильно и грамотно пользоваться вот этим финансовым рычагом кредитом нужно иметь эмоциональный интеллект потому что очень хочется купить вещь себе дороже или обладать вещи чуть-чуть раньше нужно обладать финансовой грамотностью и я вам скажу так что чтобы какой-то хотя бы грамотностью обладать финансовой начальной прочтите книжку самый богатый человек вавилоне из современных писателей это роберт киосаки это богатый папа бедный папа квадран денежного потока просто прочтению всем как избавиться от долгов во первых научитесь жить по средствам зарабатывайте деньги и закрывайте свои долги и кредиты конечно ты будешь обладать какими-то благами чуть позже на год на год на два позже чем другие люди но твое финансовое положение должно быть более стабильным для того чтобы при каких-то экономических политических потрясений тебя не выбивала из седла очень часто люди рассчитывают свою жизнь так что так будет вот эти доходы будут постоянными и у них нет ничего твердого и и когда происходят финансовые потрясения политические потрясения человек не может просто погасить свою аренду за квартиру он не может погасить свои обязательства по кружкам детям он не может закрыть свои даже ежедневные потребности это тогда когда человек жил одним днем очень важно чтобы за каждым человеком была финансовая подушка и финансовая твердость если этого не будет происходить любые политические финансовые качели будут влиять на твою жизнь очень сильно и снизят твой уровень жизни намного вниз это будет намного больнее если ты будешь сейчас жить под тем средством которые ты можешь себе позволять это не значит что надо находиться в сжатом состоянии постоянно ты будешь наращивать свои доходы и потихоньку уже расширять но это уже терапия другая короче упражнение на расширение уровня нормы мы делаем в 40 days money quest ссылку оставлю в описании проходите смотрите найдете свою триггерную вещь что такое нетерпимость в деньгах и откуда она берется советское время был такой эксперимент можете найти в ю тубе еще садили ребенка в пустую комнату положили перед ним три конфетки и говорили если в течение часа ты не съешь ни одну конфетку то мы тебе дадим там 10 килограмм конфет ставили камеры скрытные ставили эти три конфетки ложили сидел ребенок все выходили из комнаты двое из десяти не ели 8 из 10 съедали конфетки и отказывались от своего презента в будущем и очень многие люди сейчас до сих пор уже взрослые не могут отказаться от малого что получить больше в будущем очень часто взрослые люди готовы съесть эту конфетку сегодня а завтра что будет им все равно и вот это вот сил поедание конфетки сейчас ведет тому что ты в будущем не можешь потом получить вот эти там три килограмма конфет вместо трех конфеток и это основная проблема и поэтому двое из десяти богатые а 8 бедные вот это покупка айфонов проведение свадеб в кредита они уже развелись и кредит остался покупка машины в кредит это желание человека выглядеть на большую сумму чем он зарабатывает сейчас отчасти конечно это гордыня и отчасти это вот это вот каждый раз когда ты хочешь взять кредит это ты ешь три конфетки чтобы не получить потом три килограмма вот это запомни хотя бы это будет тебя хоть как-то останавливать если для тебя тема финансов актуальна то у меня есть онлайн марафон 40 days money quest ссылка в описании там мы прорабатываем эмоциональные блоки связанные с деньгами этот тренинг не про то как заработать этот тренинг про то как эмоционально настроиться на принятие денег этот тренинг про то как настроиться эмоционально на вот эту терпимость получить этот тренинг на настроен на то чтобы увеличить твой финансовый потолок в твоей голове мы не говорим как заработать мы говорим как принять и как пробить все в голове приходи напиши в комментариях были ты когда-то должен кому-то деньги имеешь ли ты ипотеку или когда-то имел брал ли ты кредит в кредит машину или не брал и делали ты свадьбу в долг или в кредит и чем это все закончилось принесло ли это тебе пользу умеешь ли ты пользоваться правильно кредитами долгами деньгами и на каком уровне твоя финансовая грамотность пиши в комментариях пишите темы которые тебе интересны в следующих видео мы будем их разбирать пока